Дальнейшее Нет места в нашей повседневной жизни. Однако в своих фантастических снах мы зачастую воспринимаем эти вещи как нечто, само собой разумеющееся, вплоть до момента возвращения к объективной реальности, ограниченной жесткими рамками причинно-следственных связей и трехмерной логики. По ходу рассказа индийского гостя, обычный здравомыслящий человек вполне мог ощутить себя объектом какого-то дурацкого розыгрыша, чего, к примеру, стоила одна лишь мысль о превращении взрослого мужчины в девятилетнего мальчишку. Мистер Эспинуэлл с отвращением фыркнул, всем своим видом показывая, что не намерен слушать эту ерунду. Рассказ, между тем, продолжался. Магический ритуал, совершенный Рэндольфом Картером в глубине пещеры, возымел свое действие. Уже первые его движения и первые произнесенные им звуки породили явственные перемены в окружающей обстановке. Пространство и время искажались, при том, что эти искажения не были заметны внешне. Просто такие понятия, как длительность или местоположение, в одночасье утратили всякий смысл. Днем ранее Картер чудесным образом совершил прыжок во времени, преодолев несколько десятилетий. Но теперь все различия между взрослым мужчиной и мальчиком исчезли. Отныне это был просто Рэндольф Картер, наделенный комбинацией образов, которые утратили всякую связь с земными событиями и явлениями. Еще мгновение назад он стоял в пещере перед высеченной посреди стены аркой с изображением гигантской руки. Теперь же пещеры не было, как, впрочем, не было и ее отсутствия. А гранитную стену нельзя было назвать ни реально существующей, ни иллюзорной. Существовал лишь поток впечатлений. Не столько зрительных, сколько воспринимаемых сознанием. И в центре потока находился он, Рэндольф Картер, получавший и фиксировавший все эти впечатления, сам не зная, каким образом. По окончании ритуального действа Картер понял, что место, где он теперь очутился, не значится ни на каких географических картах. А здешнее время не согласуется с земной хронологией. Нельзя сказать, что природа происшедшего была ему совершенно неведома. Кое-какие намеки на сей счет попадались в панакотикских рукописях, а в запретном некрономиконе безумного араба Аль-Хазреда данной теме была посвящена отдельная глава, значение которой он понял лишь после того, как расшифровал символы, выгравированные на серебряном ключе. Врата отворились, но то были еще не предельные врата. Эти лишь отделяли земное пространство и время от вневременной области, за которой и находились предельные врата, ведущие в бесконечную пустоту вне всех планет, созвездий и вселенных. Он знал, что в этом странстве у него должен быть проводник. Жуткое существо, обитавшее на планете за миллионы лет до появления людей, когда загадочные предтечи возводили среди влажных первозданных лесов свои удивительные города, на заросших руинах которых много позднее паслись примитивные прародители млекопитающих. Картер вспомнил туманные рассуждения в Некрономиконе насчет этого проводника. Дерзнувшие заглянуть за преграду и принять его в качестве проводника, писал безумный араб Аль-Хазрет, совершают непоправимую ошибку, ибо, как сказано в книге Тотта, страшную цену придется платить всего за один только взгляд. Ушедшим на ту сторону не суждено вернуться. Бесконечность за пределами этого мира населена призраками тьмы, от которых нет спасения. Они блуждают в ночи, где защитой от них не является даже знак древних. Они незримо присутствуют у изголовья каждой могилы, питаясь тем, что исходит оттуда. Но все эти призраки — ничто в сравнении со Стражем Ворот, ведущим безрассудных за пределы всех миров, во всепоглощающую бездну. Он — это Умр-Ат-Тавил, старейший из властителей древности, именуемый также «Продлившим жизнь». Память и воображение формировали смутные образы среди бурлящего хаоса. Но Картер знал, что это всего лишь продукты его собственного сознания. В то же время появление этих образов было не случайным. Источником их являлась иная реальность, беспредельная, невыразимая и неподдающаяся измерению. Окружая его, эта новая реальность проявлялась посредством тех символов, какие был способен усвоить его разум, ибо земному сознанию не дано охватить все многообразие форм, существующих вне известных нам пространственно-временных измерений. Перед его взором, как в тумане, проплывали картины, вероятно, отображавшие очень далекое прошлое Земли. Чудовищные твари передвигались на фоне строений, какие нормальному человеку не привидится и во сне. Характер ландшафта и окружающая растительность были под стать в фантастической архитектуре. Он видел подводные города и их странных обитателей. Он видел башни среди бескрайной пустыни, где взлетали, уносясь в межзвездные пространства или приземлялись, выныривая из космических глубин, крылатые, шарообразные и цилиндрические объекты. Картер старался запомнить как можно больше из увиденного, при том, что сменявшиеся картины не имели как отчетливой связи между собой, так и непосредственного отношения к созерцателю. Да и сам этот созерцатель не имел постоянного облика и положения, которые все время менялись, подстраиваясь под прихотливую игру фантазии. Прежде всего, он хотел отыскать ту сказочную страну своих детских снов, где галеры поднимались к верховьям полноводного Украноса, мимо золоченых шпилей Франа. Караваны слонов брели сквозь напоенные ароматами джунгли Кледа, а в лунном свете сонно белели давно опустевшие, но не затронутые временем колоннады прекрасных дворцов. Однако сейчас, ошеломленный многообразием увиденного, он забыл о своей изначальной цели. В голову приходили самые дерзновенные мысли, и его уже не страшила встреча со всесильным и ужасным проводником. Внезапно череда мелькающих картин сменилась более-менее устойчивым, хотя и несколько расплывчатым изображением. Перед ним вздымались каменные громады самых причудливых конфигураций, не подчинявшихся обычным законом геометрии. С неба, имевшего совершенно невообразимый оттенок, под разными углами струились потоки света, скользя порезным иероглифом на изогнутой шеренге гигантских шестигранных пьедесталов, которые были увенчаны какими-то покрытыми материи фигурами. Еще одна фигура находилась не на пьедестале, а плыла над туманной поверхностью вдоль их подножий. В ее постоянно изменяющихся очертаниях временами проглядывало отдаленное сходство с человеческими формами, при том, что высотой она раза в полтора превосходила обычного человека. Как и фигуры на пьедесталах, она была закутана в покрывало из материи нейтрального цвета. Картер не заметил в покрывале никаких отверстий для глаз. Возможно, этому существу они не требовались, если его органы восприятия выходили за пределы сугубо физических чувств. Последняя догадка Картера не замедлила подтвердиться, ибо существо обратилось напрямую к его разуму, не обликая это обращение в звуковую форму. Произнесенное имя должно было повергнуть пришельца в трепет, однако Рэндальф Картер не затрепетал. Вместо этого он ответил аналогичным, то есть телепатическим образом, выказывая все знаки почтения, предписанные некрономиконом. Ибо перед ним был тот, кого страшился весь мир со времен, когда Ломар поднялся из морской пучины, и крылатые пришли на землю, чтобы передать людям древнее знание. Да, это был он, таинственный проводник, страж ворот умрад тавил, именуемый также продлившим жизнь. Проводник знал, ибо ему было ведомо все сущее о причине появления здесь Картера, а также о том, что этот искатель сновидений и тайн его не боится. В то же время Картер не ощущал никакой угрозы, исходящей от проводника и на мгновение заподозрил, что пугающие намеки безумного араба были вызваны обычной завистью и желанием самому совершить то, что сейчас готовился совершить он. А может быть, проводник представлял смертельную угрозу лишь для тех, кто его боялся. Между тем, мысленное обращение продолжилось, обретая в сознании Картера привычную ему словесную форму. «Я старейший из властителей древности, о котором тебе ведомо», говорил проводник. «Мы ждали тебя, я и другие властители. Мы готовы тебя принять, хотя ты долго медлил с приходом. У тебя есть ключ, и ты смог открыть первые врата. Теперь тебя ждет испытание у предельных врат. Если ты боишься, лучше отступись. Ты еще можешь невредимым вернуться туда, откуда пришел. Но если ты намерен идти дальше... Пауза могла показаться зловещей, однако мысленный сигнал по-прежнему не содержал угрозы. Картер ответил без колебаний. «Я пойду вперед», сказал он. «Я прошу тебя быть моим проводником». После этих его слов проводник сделал подобие знака. Во всяком случае, покров его колыхнулся, что могло предполагать поднятие руки или иное сходное по характеру движение. Когда же был подан второй знак, Картер вспомнил соответствующие указания в сокровенных книгах и понял, что приближается к предельным вратам. Струящийся свет принял новый, столь же непередаваемый оттенок, и фигуры на шестигранных пьедесталах стали видны яснее. Они как будто распрямились и теперь больше напоминали людей, хотя Картер знал, что они не могли быть людьми. Над их покрытыми материей и головами замаячили, переливаясь красками, высокие уборы, вроде тех, что венчали безымянные статуи, высеченные неизвестным скульптором на утесах запретной горы, в Тартарии, а из складок покровов выглядывали длинные жезлы с резными навершиями в виде древних магических символов. Картер догадался, кто это такие, откуда они явились и кому служат. Он догадался и о том, каковой должна быть плата за подобную службу, но и эта догадка не умолила его решимости идти до конца и узнать все, что он хотел знать. Он не страшился пресловутого проклятия, считая его всего лишь расхожим штампом, вроде тех, какие порой употребляют слепцы, клеймя всех могущих видеть, пусть даже только в полглаза. Теперь ему казалось смешным непомерное самомнение иных болтунов, рассуждавших о жестоких замыслах властителей древности, якобы готовых прервать свой вековечный сон, чтобы с яростью обрушиться на несчастное человечество. С тем же успехом можно было представить себе мамонта, который, забыв обо всем, неистовствует в попытке отомщения чем-то ему досадившему дождевому червю. Между тем, фигуры на пьедесталах одновременно качнули резными жезлами, передавая мысленное сообщение. «Приветствуем тебя, старейший, и тебя, Рэндальф Картер, ибо ты, благодаря отваге своей, стал одним из нас». Заметив, что один из пьедесталов не занят, Картер по жесту старейшего догадался, что это место предназначено для него. Еще один пьедестал, размерами превосходивший прочие, стоял в центре образованной ими кривой линии, которую нельзя было назвать ни полукругом, ни эллипсом, ни параболой, ни гиперболой. Картер понял, что это трон самого проводника. Двигаясь в какой-то необычной для себя манере, Картер занял место на пьедестале. К тому времени проводник также поднялся на трон. Какое-то время спустя он смутно осознал, что проводник держит под складками своих покровов некий предмет, на который было ощутимо нацелено внимание прочих окутанных матерей властителей. Предмет имел сферическую форму и был сделан из какого-то слабо светящегося металла. Когда же проводник вытянул его вперед, возникло ощущение звука, низкого и ритмического, хотя его ритм не совпадал ни с какими ритмами Земли. Затем почувствовался, именно почувствовался, а не послышался, монотонный напев. Холодное свечение сферы стало более интенсивным, пульсируя в такт ритмическому заклинанию. Одновременно фигуры на пьедесталах начали слегка раскачиваться, повинуясь этому ритму. Они им бы над их головами сияли тем же непередаваемым светом, что и сфера. Здесь Индус прервал свой рассказ и бросил взгляд на массивные часы в форме гроба с четырьмя стрелками и покрытым иероглифами циферблатом, чье тиканье также не совпадало ни с какими ритмами Земли. «Вам, господин Дамариньи», обратился он к ученому хозяину, «нет нужды пояснять, какому чужеродному ритму следовали напивая и раскачиваясь эти фигуры на пьедесталах. Ныне только вы один, здесь, в Америке, я хочу сказать, имеете понятие о внешнем пространстве. Эти часы, вероятно, прислал вам тот самый Йог, о котором часто говорил бедняга Харли Уоррен, тот самый провидец, что называл себя единственным человеком, посетившим Ян-Хо, где хранятся тайны мрачного древнего Ленга, и сумевшим вынести некие предметы из этого запретного города. Много ли вам известно об их истинных свойствах? Насколько я знаю из своих сновидений и прочих источников, создатели этих вещей имели отчетливое представление о первых вратах. Однако вернемся к моему повествованию. «Наконец, беззвучное пение прекратилось», продолжил Индус. «Сияние нимбов померкло, а фигуры перестали раскачиваться и как будто осели на своих пьедесталах. Однако сферический предмет продолжал пульсировать, излучая свет непередаваемых оттенков». Картер догадался, что властители древности вновь погрузились в сон и попытался вообразить, от каких космических сновидений он отвлек их своим приходом. Еще немного погодя, он осознал, что странные заклинания были частью обряда, посредством которого проводник вызвал у властителей древности особый вид сновидений, отворяющих предельные врата, доступ к которым ему обеспечил серебряный ключ. В глубинах этого сна властители созерцали неизмеримые внешние пространства бесконечной пустоты, готовясь завершить то, что они должны были сделать для Картера. В отличие от них проводник не спал, усилием мысли направляя весь этот процесс. Очевидно, он наполнял конкретными образами сновидения властителей. Картер знал, что каждый из них должен был сформировать во сне определенную картину или мысль, которые все вместе, сконцентрировавшись, создадут явление, воспринимаемое обычным земным взором. Когда это произойдет, он сможет сам контролировать процесс, обращая в реальность все, что не вообразит. Нечто подобное он уже наблюдал на Земле, в частности в Индии, когда объединенная воля круга посвященных придавала мысли реальное воплощение, а также в неизмеримо древнем Атлаанате, о котором мало кто из смертных решался говорить. Картер не имел ясного представления о предельных вратах и о том, как через них следует проходить, так что ему оставалось лишь ждать развития событий. Он, похоже, сохранил свою телесную оболочку и по-прежнему сжимал в руке серебряный ключ. Массивная скала перед ним имела ровную поверхность, и центральная часть этой стены все сильнее притягивала его взгляд. А затем проводник внезапно прервал мысленное общение с Картером. Впервые он по-настоящему осознал, сколь ужасной может быть полная тишина. Одновременно как на физическом, так и на ментальном уровнях. До той поры он постоянно улавливал какой-то ритм, какую-то смутную пульсацию внеземных измерений. Но теперь вокруг воцарилось абсолютное молчание бездны. Он ощущал свое тело, но при этом не слышал собственного дыхания. А сфера умрат тавила излучала ровное, но уже не пульсирующее свечение. Ним, над покрытой головой чудовищного проводника, более яркий, чем у прочих властителей древности, сиял холодным, как будто замороженным светом. У него закружилась голова. Чувство утери пространственной ориентации возникло тысячекратно. Немногие светящиеся объекты лишь подчеркивали непроницаемость тьмы вокруг них. И хотя фигуры властителей никуда не исчезли, здесь, в непосредственной близости от их шестигранных пьедесталов возникало ощущение бесконечной удаленности. Мгновение спустя теплые благоухающие волны подхватили его и увлекли в то, что выглядело, как окрашенное в розовые тома море дурманящего вина, чьи волны разбивались о подножия огненно-медных утесов. Потрясенный он озирал широкий морской простор и пенистые буруны у далекого берега. К тому времени период полной тишины закончился, и плечущие волны говорили с ним на своем языке, который, впрочем, не состоял из физических звуков. Обладающий истиной находится по ту сторону добра и зла, проник в его сознание голос, не являвшийся голосом как таковым. Обладающему истиной по силам постичь все в одном. Обладающий истиной знает, что иллюзия это единственная реальность, тогда как материя не более чем обман. И вот на поверхности каменной стены, к которой был все так же прикован его взгляд, проступили очертания титанической арки, напоминавшей ту, что он видел давным-давно в пещере, в таком далеком и кажущемся теперь нереальным трехмерном земном пространстве. С некоторым опозданием он обнаружил, что производит манипуляции серебряным ключом, инстинктивно совершая ритуал, вроде того, с помощью которого он открыл первые врата. Насколько он понял, розовое море, тью пенящую влагу он ощущал на своих щеках, на самом деле было каменным монолитом, сквозь который он проник под воздействием произнесенного им заклинания и совместного мысленного усилия властителей древности. По-прежнему, полной решимости, он двинулся вперед и прошел через предельные врата. врата. Продолжение следует... Прохождение Рэндольфа-Картера сквозь каменную стену напоминало головокружительный полет в межзвездных безднах. Откуда-то издали, до его сознания доносились всплески пугающе сладостного, почти божественного ликования, биение гигантских крыльев и прочие звуки, неведомые на Земле и в Солнечной системе. Оглянувшись, он увидел не одни врата, а множество им подобных. Через иные как раз проходили существа, чей облик он постарался тут же стереть из памяти. А спустя еще мгновение, он испытал ужас, какого ему не смогли бы внушить никакие чужеродные твари. Ужас, от которого он был не в силах избавиться, ибо это было связано с собственной телесной сущностью. Еще при прохождении первых врат, его облик отчасти утратил стабильность, так что он начал испытывать сложности с ощущением своего тела и пространственным восприятием окружающих его объектов. Но тогда он по-прежнему ощущал свою цельность. Тогда он еще оставался Рэндольфом Картером, конкретной точкой в великой круговертии измерений. Однако сейчас, пройдя через предельные врата, он как будто разделился на множество существ. Он одновременно находился в самых разных местах. На земле 7 октября 1883 года мальчишка по имени Рэндольф Картер покинул змеиное логово. В сумерках спустился по скалистому склону и через старый яблоневый сад добрался до дома своего, двоюродного деда Кристофера, что в холмистой местности неподалеку от Аркхама. И в тот же самый момент, теперь соответствовавший 1928 году по земному исчислению, тот же Рэндольф Картер, но уже как некая смутная форма, восседал на пьедестале среди властителей древности в области за пределами обычных земных измерений. Был и третий Рэндольф Картер, плывший в космической бездне по ту сторону предельных врат. Помимо того, в хаотическом многообразии, мелькавших в его сознании сцен, присутствовало бесконечное множество существ, которые были Картерами, но в меньшей степени, чем его данное проявление, летящее за предельными вратами. Эти Картеры существовали во всех периодах земной истории, включая те, что выходили за рамки знаний и предположений ученых. Встречались Картеры в человеческом обличье и Картеры в обличье животных, как позвоночных, так и без позвоночных, или даже растений. Иные из них обладали разумом, иные же нет. Были и Картеры никак не связанные с Землей и обитавшие в других мирах, звездных системах и галактиках. Споры вечной жизни перемещались в просторах космоса, от планеты к планете, от одной Вселенной к другой, и все они являлись частицами его самого. Отдельные видения напоминали ему давние сны. Туманные, либо отчетливо яркие, промелькнувшие лишь один раз, или преследовавшие его многими ночами. А некоторые фантастические внеземные сцены были настолько узнаваемы, что это не могло не вызвать восторга. Правда, смешанного с ужасом. Ужас этот возрастал, померяя сознание Картером, всего, что с ним случилось. До Толе самые страшные мгновения были испытаны им в ту ночь, когда двое при свете ущербной луны отправились на старое кладбище, откуда вернулся лишь один из них. Но тот страх не шел ни в какое сравнение с этим. Ни смерть, ни душевные или физические муки не могут породить такого отчаяния, какое вызывает утрата собственной индивидуальности. Обратившись в ничто, мы обретаем забвение. Но осознавать себя существующим, одновременно зная, что ты лишен собственного «я» и более не являешься единственным и неповторимым, чем-то отличным от всех других, «Вот он, истинный апофеоз ужаса». Он знал, что некогда в Бостоне жил человек по имени Рэндальф Картер. Однако не знал, насколько нынешнюю, очутившаяся за предельными вратами частица многообразной сущности, соответствует тому самому Картеру. Его собственное «я» исчезло. Но в то же время он, если уместно говорить «он» о несуществующей индивидуальности, осознавал себя единицей в несметном легионе самых разных «я». Сходным образом мог бы чувствовать себя человек, чье тело внезапно превратилось в нечто вроде многорукой и многоглавой статуи из индийского храма. В растерянности он глядел на свои бесчисленные копии, тщетно пытаясь отыскать среди них подлинник. Если чудовищная мысль, такой подлинник существовал вообще. Эти мучительные размышления были прерваны, когда того из Картеров, что летел в пространстве за предельными вратами, объял ужас иного порядка, исходивший от силы, которая одновременно противостояла ему, окружала его и являлась его неотъемлемой частью, существуя сразу во всех временных и пространственных измерениях. Не проявляясь в зрительном образе, эта сила, однако, имела отчетливую индивидуальность и присутствовала как непосредственно здесь, так и в бесконечности, по которой были рассеяны прочие воплощения Картера. Перед новым, жутким явлением Картер забыл о страхах, связанных с потерей собственного «я». Эта сила была все в одном и одно во всем, сочетая все многообразие в едином сущем и принадлежа не к одному конкретному пространственно-временному континууму, а ко всему мирозданию, которое не имеет границ и превосходит самые смелые фантазии и любые математические расчеты. Возможно, это было то же самое, что тайные культы Земли упоминали под именем Йоксатот. Ракообразные обитатели Юггата почитали под именем Запредельного Существа, облуждающий разум спиральных туманностей, определял как непереводимый знак. Впрочем, едва узрев это явление, Картер понял, насколько бессмысленны и жалки были все попытки подогнать его под какую-то религиозную или научную концепцию. И вот Единое Сущее обратилось к данной частице Картера. И обращение это было подобно сгустку энергии, представшему как череда гигантских, яростно пылающих и ревущих волн, в движении которых прослеживался тот же неземной ритм, что ранее присутствовал в заклинаниях, раскачивании и мерцании нимбов, властителей древности, в той области, что лежит между первыми и предельными вратами. Казалось, мириады звездных миров и вселенных устремляются к одной маленькой точке в пространстве, дабы изничтожить ее в этом едином яростном порыве. И в то же время всепоглощающий ужас, несомый пламенными волнами, как будто изолировал эту частицу Картера от других его воплощений, позволив ему в какой-то мере восстановить ощущение собственного я. Когда же он смог трансформировать пульсацию волн в понятную речевую форму, ужас сменился благоговением. И то, что недавно представлялось невыразимой жутью, обернулось сказочным великолепием. «Рэндальф Картер», говорилось в обращении, «Мои представители в твоем мире, именуемые властителями древности, направили тебя сюда, ибо хоть изначально тебе было суждено возвращение в край утраченных снов, ты с обретением большей свободы возвысился до иных, куда более высоких и достойных устремлений. Ты когда-то мечтал проплыть по золотистым волнам у Краноса, отыскать заброшенные города в орхидейных джунглях Гледа и взойти на опаловый трон или Гвада, чьи легендарные башни и бесчисленные купола устремляются к единственной алой звезде на небосводе, чуждом твоему миру и всем прочим мирам. Теперь же, пройдя первые и вторые врата, ты можешь мечтать о большем. Ты не из тех, кто, как малый ребенок, спешит отвергнуть все не совпадающее с его красивыми мечтами. В тебе есть мужество и решимость для того, чтобы раскрыть самые сокровенные тайны, лежащие в основе всех видений и снов. Я одобряю твои стремления и готов даровать тебе то, что до сих пор только одиннадцать раз даровал существам с твоей планеты. Причем лишь пятеро из них были людьми и им подобными. Я готов открыть тебе последнюю тайну, встреча с которой губительна для слабых духов. Но до того, как ты увидишь эту самую последнюю, и самую первую из всех тайн у тебя остается выбор. Ты еще можешь вернуться через врата, так и не сняв пелену, застилающую твой взор. сомн врата, врата, Продолжение следует...